Сегодня с утра у горного ствола станции Бажовской на 9-й сутки голодного протеста 13 метростроителей отказались от воды. Начался самый критический этап голодовки. Без воды человек способен прожить не более 4 дней. Но что будет дальше, 13 непокорных знают. Отступать, впрочем, не намеренны. Ни власти, ни руководство с нами не хотят ни общаться, ни разговаривать. Мы перешли, в конце концов, на сухую забастовку. Может быть, этим мы привлечем к себе внимание их. И они с нами за год рассчитаются. Ведь бригада работала честно и заработала честным путем эти деньги. И мы хотим их получить, эти деньги. Завтра под землей сухую голодовку начнут еще 40 подземщиков геологической. Вчера их было 43. Троих подняли на гора врачи. Голодный протест набирает силу. Рабочее движение уже раскололось. На массы тех, кто противник голодовки, единицы тех, кто настроен идти до конца. Последние сегодня вылили всю воду, перевернули чайники и бачки. И ждут, чем все это закончится. Жены от безысходности в солидарной семье. Жены наши живут за 100 километров отсюда. Мы 9 человек отсюда, с города Азбеста, поселка Малышево. Есть там такая шахта. И жены наши приезжали только вот в субботу. Приехали на час. И вновь должны были уехать. Так что нас никто. Конечно, опасаются. Как не опасаются? Это же наши родные, близкие. Вообще, девятый день в судьбе метростроителей переломный. На девятые сутки бывшие 43 подземщика Бажовской вышли из-за боя, получив деньги сполна. На девятые сутки сегодня новые голодающие перешли к сухому смертельному протесту. 40 метростроителей на геологической завтра тоже на девятый день отказываются пить воду. Все это, естественно, происходит на бессознательном уровне. Но факт есть факт. Из 13 в сухую голодающих на Бажовской, трое самых тяжелых лежат в отдельной коморке. Раньше, пока метрострой не был парализован всеобщим забастовочным протестом, внутри сидела подъемщица к лети. Сейчас там тишина. Проходческий комплекс «Вирт», который обслуживали эти 13, сейчас пылится на 35-метровой глубине, в 150 метрах южнее автовокзала, в районе станции Чкаловская, которая вообще неизвестна, когда будет построена. Рабочий класс ждет денег. Ждет уже год. В последний раз эти люди видели живые деньги в руках. В канун Нового года, 31 декабря 1998-го, им выдали аванс. За какой именно месяц из этих беззарплатных 12, никто уже не помнит. Сегодня с утра 13 непокорных в последний раз были обследованы врачом. Вечером они его к себе уже не подпустили. Их жизнь ограничена пространством в 10 квадратных метров от вагонетки к вагонетке. Из развлечений газеты и домино, из удовольствия только сигареты и поперлосы беломор. На девятые сутки эти люди не питают никаких чувств, даже раздраженности на товарищей памятрострою. Тех, что не разделяют их радикальных мер. Их на право. У нас свое право. Они могли тоже сесть и к нам присоединиться. Или еще как-нибудь по-другому. Безысходность и пустота. И ничего более вокруг. Сегодня в 10 утра во дворе двухэтажного управленческого особняка ОАО «Свердловск» метрострой на Толмачева, 30. Около 300 бастующих подземщиков устроили стихийный митинг-прокесса. Нечто среднее между общим собранием под открытым небом и пикетом возмущенного рабочего класса. Требования чисто экономические. Выдать заработанные деньги и не сокращать трудящихся. Зарплату у нас одно требование. Зарплату, зарплату. Мы против того, чтобы подземщики, которые сидят на голодовке, отдельно деньги не выдавать. Деньги на метро, которое выделяется, всем порол. Вот это требование на сегодня у нас. Ни трибуны, ни броневика поблизости не оказалось. Нашли возвышение на снегу. Здесь и встали. В 10.20 к рабочим ИТРам вышел генеральный директор Сурин и сказал свое слово. Поэтому мы соберем обязательно бригадиров, ну такое узкое, по подготовке к собранию. Не надо, ребят. Ну есть определенный опыт у нас уже, как чего и что. Значит, мы проговорим, посоветуемся о представительстве. О представительстве, сколько это будет. Всех собирать или частично собирать, я имею в виду там один от двух или один от трех. Простояв час, все разошлись. В пять вечера собрались еще раз, но уже в ДК Горького. Подземщики требуют около 32 миллионов живых рублей на зарплаты. Таких денег им никто обещать не может. На митинге сегодня ходила по рукам некая бумага. Заявление, где метростроители требуют все деньги делить поровну. А не так, как это было 10 дней назад, когда голодающие Бажовской получили зарплату целиком, а остальные 1650 ничего. Не все эти бумагу сегодня подписали. Рабочее движение метростроя – это уже не тот монолит, что прежде. Одни одобряют радикальные методы выбивания зарплат, другие нет. Расходятся трудящиеся и ЭТРовцы, даже в видах на собственность метростроя. Одни требуют национализации, другие согласны на частные формы ОАО. Одни владеют акциями, другие нет. Объединяет первых, вторых и третьих, пожалуй, одно. Никто толком не знает в лицо своих хозяев и откуда берутся деньги. Акционерное общество не оправдало себя. Все, его надо убирать и хотя бы муниципальное предприятие. Я владею акционерами, но дело в том, что было у нас, когда собрание в космосе было, встал в Стурин и встал товарищ из Москвы. И сказали, что у нас 52 процента. Вы что хотите делать, мы сами свое сделаем. Когда его проверяли, проверяющие, он сказал конкретно, в присутствии всех там, сказал конкретно. Этот проверяющий получает зарплату 300 рублей. Так что мы с ним найдем общий язык. Конкретно он сказал. Метростроевский протест ширится. Акт проверки финхоздеятельности ОАО в прокуратуре. История продолжается.